МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Говорит Губерния. Сегодня мы выбирали, долго еще продолжаем выбирать лучший, идеальный новогодний подарок, чтобы понравился и мужа, и жене. Я подумал, идеальный вариант была бы новогодняя поездка. Путешествие. Да, ну, сразу в уме представляется Париж, Рим. Но на самом деле рядом с нами полно красивейших мест, куда добраться на порядок проще. По деньгам не знаю, сейчас узнаем. Но мне кажется, надо серьезно подумать об отдыхе на Дальнем Востоке. Хотя бы для того, чтобы не так менялся климат. Потому что согласись, когда зимой возвращаемся откуда-нибудь из Таиланда, потом обязательно случается какое-нибудь обострение здоровья. Ну, особенно если говорить о детях, то да, болеют довольно долго. И, как правило, даже не одну неделю, может быть, даже больше месяца, все время. И вот для меня на Дальнем Востоке есть одна такая территория, о которой я мечтаю со времен службы, простите, на флоте. Наш корабль проходил мимо Курильских островов. Мы вставали на якорь возле острова Итруб. И я помню красные белые скалы. А сегодня у нас женщина в гостях, которая как раз занимается турами на Итруб. У нас в гостях Надежда Шпадарук, менеджер компании «Гидрострой Тур». Как я понял, вы сами из Сахалинской области? Здравствуйте. Да, я родилась на Сахалине, в городе Корсакове. Живу в Хабаровске, но работаю сейчас на острове Итруб. Развиваем турбизнес, туриндустрию. Единственный туроператор на острове Итруб – это компания «Гидрострой Тур». Как я понял, там сейчас только развивается. Потому что в мои времена, когда я служил на флоде, там вообще совсем закрытая была территория. Да, там на берег невозможно было сойти. Да, совершенно верно. Это была погранзона. Но на данный момент сейчас статус погранзоны снят. С города Курильска, с аэропорта. Но если человек будет перемещаться между островами, то договор, который заключает турист с турфирмой, это будет являться пропуском. Ну вот давайте самое, наверное, ну, может быть, не самое главное, но такой важный момент – транспортная доступность. Как добраться? Вот нам, Хабаровчанам, например. Да, смотрите. Ну, конечно, нужно сначала добраться до города Южно-Сахалинск, столицы острова Сахалин. А затем от Южно-Сахалинска до города Курильска летает самолет. Аэропорт новый на острове Итруб. Построен в 2014 году. Вот эти белые скалы, которые, помню, шикарно. Да, да. Таких мест еще, конечно, два или три, два места в Англии и во Франции. Да, да, я хотел вспомнить, что беловые холмы Англии, то есть буквально два места на судном шаре. Да, два места на Франции, Англии, да. Шикарно. А сколько вот вообще обойдется по деньгам перелет и туда, и туда, и по времени? Ну, смотрите, по времени, конечно, это не так долго. Если это из Хабаровска, час до Южно-Сахалинска и час до Курильска. Два часа, да? То есть, в принципе, с утра и до обеда уже можно добраться до точки. Конечно, да. При хорошей стыковке рейсов. Конечно, вы уже будете у вас в гостях. Да. По деньгам, конечно, это, ну, если сравнивать с теми же поездками в тот же Таиланд, это дороговато, но билет до острова Итуруп с Южно-Сахалинской сейчас стоимость для всех групп населения 5,950. Раньше эта стоимость составляла 33 тысячи рублей. А вот субсидируемые перелеты между Хабаровском и Южно-Сахалинском, ну, я имею в виду людей, там, молодежь и пенсионеров, действуют такие тарифы, существуют? Совершенно верно. Вот сейчас, например, открыта субсидия по билетам. Мы, например, вот собираемся с сыном лететь, и ему билет обойдется 1300. До 23 лет и для людей пенсионного. Не, ну, в любом случае, вот, к обеду добраться, но по сравнению с Европой, ну, это вот легкая прогулка. А тут возникает вопрос, что готовы предложить туристам помимо белых скал? Ну, как я понял, дикого туризма там не может быть, да? Это все-таки достаточно охраняемая территория. Дикарем туда не поедешь, только с помощью туроператора. Почему? Почему? Есть, конечно, люди, которые считают, что это выйдет дешевле, и по старинке пытаются сами как-то путешествовать. Но на самом деле, я считаю, что когда турпакет человек приобретает, это все включено и проживание, и питание, и поездки на экскурсии, сопровождение, как бы, и поэтому это выгоднее обходится. Но, тем не менее, много приезжает людей, которые считают совершенно обратно и путешествуют самостоятельно. Ну, а сейчас самое главное, что мы там увидим? Белые холмы уже увидели. Да. Что? Смотрите, конечно, природа дикая, красивейшая. Освоена центральная часть острова, Тихоокеанская страна. То есть у нас стандартный тур, мы показываем Тихий океан, то есть историческое место, с которым связано много исторических событий. Вот там горячие ключи, да? Горячие источники, да, у нас есть. Вот здесь вот показывают, например, это территория вулкана Баранского, которая сейчас, она как бы оборудуется, будет все красиво. А там действительно такая инфраструктура есть, да? Да, конечно, да, да, да. То есть там оборудованное место? Оборудованное. Сейчас, да, все это еще красивее там на самом деле. Горячие источники также есть на острове, которые тоже оборудованы. Вот, и помимо этого еще белые скалы, черные камни, вот, как бы, ну, наш тур, да, как бы стандартный такой, 4 дня, 3 ночи. Вот, мы представляем красивейшая стена водопадов у нас там. Ну, помимо этого, если человек приезжает летом, например, у нас сейчас мы развиваем морские какие-то прогулки на юг острова, на север острова. То есть, ну, это непередаваемо. Кто вот любит природу именно, это просто непередаваемо, не передать словами. А какая вот сейчас там температура? Холодно так же, как в Хабаровске? Нет, на самом деле нет, там где-то минус 2, минус 4, минус 10. Ну, там погода, видимо, похожая на Камчатскую, да? Я когда служил на Камчатке. Честно, на Камчатке не была, но по слухам, что вроде бы так, там ветра сильные. Да, вроде бы дикий край, на самом деле зима там гораздо менее суровая, чем у нас, там такой влажный, но мягкий климат, там вот такого жуткого мороза не было. Такой, да, он обусловлен то, что с одной стороны море, с другой стороны Тихий океан, поэтому это обуславливает. А вообще, куда лучше зимой, летом? Вы знаете, круглый год. То есть, кто что любит. Можно посмотреть, вот говорю, что если летом приехать, просто побольше можно посмотреть, мы можем побольше предложить. А грибы есть на Этурупе? Грибы есть, а как? А куда же без них? Конечно, как и везде. Ну, все-таки, я когда планирую поездку в Европу, я там на сайты захожу, ищу жилье, но, видимо, на Курилах такое не прокатывает, да? Там просто так не снимешь жилье, соответственно, лучше все-таки брать какие-то пакеты. Да, совершенно верно, поскольку там вот в плане съема жилья сложно. А там вообще населенные пункты есть? Обязательно, да. Сейчас вот основные в центральной части острова 4 населенных пункта, и столица – это город Курильск. Помимо него еще есть два населенных пункта – это военные городки такие, морской порт – это Китово и Рейдово. То есть совсем немного, на самом деле, как бы. Но идет строительство, все развивается, городообразующая компания «Гидрострой», все, каждый день какие-то строительства. Вот, судя по фотографиям, речь идет не о том, что там, не знаю, какие-то с советских времен санатории переделали, а именно вот строится… Да нет, там в советские времена не было там ничего. Ну, я условно говорю, как ты часто знаешь, бывает, что вот начинают вроде развивать здесь, но абсолютно… Там первозданная природа, как у нас на Шантарах, да, только все-таки полегче добраться. Ну, до Шантарах надо добраться, да. Ну, да, а вот туда, как я понял, до обеда можно долететь, мне кажется… И уже начинать осмотр красоты. Ну, вот, да, на фотографиях видно, что это явно новое строение, все так свеженько и аккуратненько выглядит, приятно, на взгляд, по крайней мере. А что с транспортным сообщением? Или там вот только нанимаются какие-то машины, вы перевозите туристов, сами они же не могут… По острову перемещаться. На самом деле, и Туруп, он же самый крупный остров, он достаточно большой. Самый крупный, да. Самый крупный. Там можно потеряться. Всего-то 200 километров, на самом деле, 198 километров, ну… Самый крупный, да. Пешком это много. Да, да, пешком это много и не столь безопасно, поскольку все-таки медведи – это хозяева острова, их там достаточно. То есть не стоит самостоятельно туристу перемещаться как бы куда-то. На самом деле, да, развитие острова вот такое вот, что дороги были проложены в 2011 году всего лишь, совсем недавно. То есть, и поэтому как бы вот с тех пор оно вот, развитие острова ведется. Ну, благодаря, конечно, программе по развитию Курильских островов все вот это вот началось. Какие-то объекты были построены… Много к вам людей приезжает? Ой, вы знаете, дело в том, что, ну, хотелось бы больше… Ну, это понятно, но… Да, 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 да. Ну, кстати, если кто заинтересуется… Ну, я не знаю, если в динамике посмотреть там… Все равно динамика есть, конечно, да. Можно проще всего в интернете вас найти, да? Прирост идет, да, в интернете найти, да, нас можно, в соцсетях можно найти. Прирост идет, ну, и опять же, смотрите, поскольку… Ну, не только к нам, как через туроператоры приезжают, для кого не секрет, что люди, частники занимаются этим бизнесом и принимают людей, как бы держат свои какие-то блоки в Инстаграме, в соцсетях. И через них тоже приезжают на какие-то туры люди. И поэтому так вот не отследить, сколько там людей там приехало на остров за лето, например, 2019 года. Да нет, ну, мы как потребители, в принципе, должны быть рады, что ты пока немного туда приезжаешь. Что, может быть, не так много людей, как в том же Приморье, когда приезжаешь… Ну, да, соответственно, уровень сцент пока не очень высок, да. Да, если сравнивать с Приморьем, действительно, вот, на мой взгляд, в Приморье отдых самый дорогой, потому что за такие деньги мы получаем не самого высокого качества услуги. Ну, это отдельный разговор, давай, наверное, не будем сейчас в него погружаться. Ну, я прошу про самое важное для меня. Для меня Курилы – это вот первозданная природа и буквально через каждые 10 метров выныривающие киты или белухи, я не знаю. То есть, буквально, вот, когда мы стояли на якоре, я это наблюдал. Я думал, что такое можно увидеть только в кино. Природа такая же нетронутая, и морской туризм у вас есть? Там можно выйти в море? Ну, вот я повторяюсь, да, это, конечно, летом, начиная где-то с середины мая по конец сентября, когда вот на воде погода более-менее стабильная. Вот, это, возможно, морские какие-то экспедиции на юг острова, на север острова, рыбалка морская, речная, на палтус рыбалка как бы. А так, конечно, вот до середины мая, да. Я напал, рыбачил когда-то. Да, после сентября уже начинаются шторма, циклоны, поэтому, как бы, море закрыто. То есть, путино заканчиваются, все суда, как бы, на берег доставляются. Ну, на самом острове можно отдыхать крупнее. На самом острове, наземное, конечно, да. Вот, например, вот сейчас вот можно приехать на оздоровительные туры к нам. Воздух. Именно в те самые источники окунуться. Да, именно в те самые. Ну, да, и немного отдохнуть от нашего холода жуткого. И не только от холода, а от суеты от какой-то, вот просто чисто вот душой отдохнуть. Вам в Хабаровске тяжело после трупа? Вы знаете, нет. Холода? Нет, нет. Я думала, что будет, да. Наверное, потому что все равно здесь как-то много лет прожила, поэтому... Спасибо. У нас в гостях была Надежда Шпадарук, менеджер компании «Гидрострой Тур», которая вот единственный туроператор, который из Хабаровска возит на Курильские острова. Не обязательно из Хабаровска. Приезжайте со всей страны к нам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.